Ну что ж, продолжим. Прикрепление файлов в разовую рассылку я вам рассказала, как делается. Сейчас я расскажу вам, как они отправляются, эти прикрепленные файлы разных форматов, в чат-боте. То есть давайте с вами получимся создавать чат-боты. Но прежде чем мы создадим чат-бот, нужно создать триггер. У меня уже созданы два триггера. Это один, что такое триггер? Это какое-то слово, побуждающее к какому-то действию. Если человек пишет стоп, то понятно, что после того, как он написал стоп, всё должно остановиться. Если он написал подарок, ну предварительно мы должны, конечно, его попросить об этом. Хочешь подарок? Он пишет подарок. Или напиши подарок, и получишь подарок. То вот это слово подарок вызовет следующее сообщение, в котором и будет этот подарок. Давайте я покажу сначала всё. Тогда нам надо перейти в другое сообщество тестовое. Там, где у меня ещё нету триггеров. Переходим во вкладку триггеры. Создаём новый триггер. Здесь пишем, какой это триггер. Слово стоп, да? Можно маленькими буквами. Новое сообщение оставляем, а вот любое сообщение нужно заменить на сообщение равно. Пока запоминайте, просто там много очень значений, но чтобы не запутаться, запомните. Сообщение равно должно быть. И добавить группу подписчиков. Отписка от рассылок. Сохранили. Давайте чат-бот создадим. Да, так вот, смотрите. Перед тем, как рассылки создавать, или чат-боты, нужно создать группу подписчиков. И группа подписчиков у нас будет называться «Подарок». Новую группу создаём. Пишем «Подарок». А здесь можно получить подарок. Это уже увидит подписавшийся. Вернее, человек, который захочет подписаться на получение подарка. Ну, такой баннер. Вы свой делаете, конечно же. Можно его немножко уменьшить. Скачайте «Подарочек». Тут студия Севира у меня. Я сейчас в тесте. В общем, вы понимаете, что я сделала это в конве. Быстро-быстро. От балды набрала, что попалось мне первым под руку. Всё, вставила. Вошёл он сюда. Размер там какой. Давайте посмотрим, какой это размер. 770 на 380. Вот этот баннер, он стандартный для подписных страниц. Здесь «Подписаться». Не показывать количество подписчиков. Создали. Запомнили. Потом мы с этой ссылочкой напишем пост. Пригласим подписаться. Подпишем давайте, чтобы не забыть. Так, можем посмотреть, как это выглядит. Получите подарок. Ну, сейчас давайте до конца дойдём и подпишемся. Здесь мы всё сделали. Всё сделали. Пока здесь дополнительную не трогаем. Создаём чат-бот. Чат-бот у нас будет. Создаём новый бот. Называем его, опять-таки, «Подарок». И поехали. Шаг первый. Переменную вставляем. Имя. Здравствуйте. Хотите получить подарок? И мы его спрашиваем. Значит, логично предположить, что он должен что-то ответить. Здесь есть вот такие вот кнопочки. И если мы выберем синюю, давайте, у нас синяя будет. Нет. Сначала тогда зелёную. Да. Зелёный свет нам будет. Да. И ещё одну кнопочку добавим. Будет синяя. Нет. Вот две кнопки. Да, нет. Мы можем вставить эту клавиатуру прямо в самом сообщении. Для этого ставим галочку. Внутри сообщения клавиатура будет располагаться. Дальше ставим «Скрыть эту клавиатуру» после нажатия. И ожидание ответа. Он ответит «Да» или «Нет». Ну, думаю, что «Да». Если он ответил «Да», кликаем по плюсику опять на сообщение. Вернее, не «Опять». Здесь было по умолчанию одна, один блок. Я их плашечками назовала. Одна плашечка. Вторую мы выбрали как сообщение. На слово «Да» мы ему пишем. Вы любите читать или смотреть видео? Но здесь уже пишем синее. Пусть будет видео. А пусть будет белое. Читать. Белая пояс не будет видна. Пусть будет красная. Всё. Опять внутри сообщение клавиатуру. Ставим. Скрыть клавиатуру после нажатия. И ожидание ответа. Ждём. Сохраняем. И самое главное, что когда человек у нас ответил «Да», он получает сообщение выбора. Видео или читать. Если человек ответил «Нет», для того, чтобы нам новый блок вызвать, нужно опять нажать «Подписывает даже сообщение». Подтаскиваем, зажимая левую кнопку мыши. Кликаем по нему, открывается поле для заполнения. Всё как всегда. Что ж, я готова к диалогу. Обычно отвечаю на сообщение с 12 до 17. Но здесь ничего мы больше не добавляем. Поскольку мы больше не коммуницируем с этим человеком. Он от нас отказался. От наших подарков. Да, и вот эту кнопочку «Нет» мы должны соединить с кнопочкой «Сообщение», где я машу ему, так сказать, ручкой. Так, а вот к этому блоку нужно продолжение составить, да? Мы опять выбираем «Сообщение», подтягиваем его, можно быть, сюда, кликаем. И я пишу «Посмотрите пример короткой презентации видеокурса в формате видео мы можем подписать». Таким же образом можно презентовать ваши продукты, товары или услуги. То есть я им предлагаю пример. Просмотр займет менее минуты. И вот чтобы прикрепить, нам нужна вот эта скрепочка. А дальше, как мы уже смотрели. Если это видеозапись, то мы должны взять ссылочку. Вот у нас тест. Идем в раздел «Видео». «Мои видео». Вот я уже загрузила. Смотрим это видео. И сверху в адресной строке забираем эту ссылку. И вставляем вот в эту формочку. «Прикрепить». Отлично. Здесь что нам нужно? Ничего. Здесь мы ничего не ставим. Сохранить. Но не забываем, что если он выбрал видео, то должен получить видео. Значит, соединяем видео вот с этим сообщением. Если он выбирает «Читает», то мы ему можем послать презентацию в виде слайдов. Кликаем по этому блоку. Предлагаю скачать короткую презентацию моего видеокурса «Я блогер» как образец для представления ваших цифровых продуктов, товаров или услуг. Здесь мы кликаем опять-таки скрепочку. И вот тут уже нам нужен документ. Здесь вообще все элементарно просто. Переходим на наш компьютер, на рабочий стол, в папочку, где у меня находится эта презентация. Вот она. Я цепляю ее, и все. И она вот сюда прикрепляется. Все. Сохранить. Здесь больше ничего не нужно. И слово «Читать» мы соединяем вот с этой плашечкой, с этим блоком. Можно вот так нажать левую кнопку мыши и оттянуть их все вместе с копом немножко подальше. Дальше можно попросить у них, у наших подписантов и наших желающих получить подарок. Как раз вот две плашечки у меня выскочили. Баблока. Написать отзыв. Да, и между ними, между прочим, можно поставить таймер на 10 минут или на 3 секунды. Без разницы. Вот смотрите, как это делается. Прежде чем придет сообщение, появится таймер. Это самая первая кнопочка. Вот не забываем, что у нас появляется все в левом верхнем углу. Один таймер. Через сколько мы давайте посмотрим? Давайте-ка минуты возьмем. Ну, если говорить о видео, то минуту посмотреть, минуту подумать. Ну, давайте через 5 минут пусть придет ему. Просьба, все дни недели, но это будет сразу же, в этот же день, через 5 минут. И соединяем сообщение с таймером. Таймер отсчитывает эти 5 минут. И приходит сообщение. После просмотра напишите, пожалуйста, отзыв. Спасибо. В данном случае отзыв, конечно, на что, собственно говоря. Но если вы посылаете подарок как подарок, действительно, может быть, у вас есть книга, которую вы написали. Может быть, есть аудиокнига на эту же книгу. Вы два варианта можете послать. Ауди берется из складки музыка. Помните? Может, у вас есть и видео записанное, как вы читаете эту книгу. Тогда вы предлагаете видео. Да. И здесь уже мы ничего не ставим. Мы здесь должны разместить ссылочку на наш виджет для отзывов. Так. Вот и тестовый я не вижу. Значит, мы идем в управление, приложение. И ищем приложение отзывы. Показать все. Вот виджет отзыва. Добавить. Здесь мы ставим тест. Здесь уже установлено пишет. Добавить. Отлично. Добавили. Переходим в группу саму. Обновляем страничку. И, пожалуйста, открыть приложение. Здесь можете написать сначала. Вы напишите что-нибудь. Можете что-то прикрепить. И остальное будут писать люди, которые найдут, что сюда написать. И ссылочку берем из адресной строки. Или скопировать ссылку вот тут. Второй вариант. Копируем и вставляем в наш бот. Здесь, кстати, в боте можно ссылки любые ставить. И со сторонних ресурсов. Здесь такого правила нет, чтобы через ВК пропускать все ссылки, сокращать их. Здесь какая есть. Здесь, кстати, можете добавить поле, если еще что-то нужно прикрепить. Не нужно, если в помоечку бросить. Так, еще один нам таймер нужен. Для вот этого. Этот таймер у нас соединяется с вот этим сообщением. А новый таймер опять выбираем минут. И почитать можно, ну, пусть 10 минут. Через 10 минут придет. Его мы соединяем с предложением посмотреть. Берем отсюда, ведем сюда. Хоп. Тут даже указывает. Здесь оранжевое, тут зеленое. Оранжевое ведем к зеленому. Здесь пишем то же самое. Может быть, люди найдут время и оставят отзыв. Все. Опубликовать. Кликаем. Та-дам. Подождите. Выполняется публикация изменений. Опубликовано. И тут кнопочка запустить. Если вам нужно сейчас же, кликаете сюда. Если нет, то можно вернуться сюда и запустить то время, когда вам нужно. Ну, вот сейчас я как раз перед тем, как запустить, должна перейти в группу подписчиков. Подарок. Изменить. Дополнительная вкладка. И вот добавление бота. Мы добавляем наш бот-подарок. И все. Сохраняем. Эту ссылочку можете тоже скопировать. Ну-ка посмотрим, она та же. Да, та же. Можно уже не копировать. Она у нас сохранена. И размещать пост с предложением получить подарок. Вот такой мы с вами незамысловатый чат-бот создали. Переходите к следующему уроку. Создадим бот с отложенным временем. Поскольку цепочку сообщений вот эту отменили. Она еще пока здесь сохраняется. Но скоро ее не будет с нового года. Поэтому нужно будет все делать в чат-ботах. И отложенные письма, цепочку сообщений в чат-боте мы тоже научимся создавать. Все. На этом пока. Закончим. Продолжим в следующем уроке. Продолжение следует.. Продолжение следует...